Вот я знаю, что очень популярен термин Зеркальная лаборатория Вот реально мы сейчас создали зеркальные лаборатории в Финляндии И здесь, в Казани Мы разрабатываем новый метод, который называется нейромодуляция Это, в принципе, один из самых сейчас модных и активно развиваемых методов Когда с помощью электрической или магнитной стимуляции Меняются процессы функционирования нервной системы В том числе есть большая надежда, что с помощью нейростимуляции Удастся подавить вот эту вот сильную боль Сильную головную боль при мигрении Которая порой не поддается медикаментозному лечению Мы пробуем разработать методику неинвазивной стимуляции То есть без внедрения электронов в мозг Что по понятным причинам весьма желательно Мы пытаемся изменить динамику болевой активности так, чтобы ее подавить Это одно из самых, на мой взгляд, перспективных направлений в развитии лечения боли Нам нужно эту батарею тестов значительно укрупнить И связать в единую цепочку с исследованиями инвитро Затем очень важно лучше прорасти здесь, в окружении КФУ В содружестве с другими лабораториями, с Open Labs Исследователями из других кафедр или даже из других институтов Вот, кстати, у нас запущено сотрудничество с химиками-органиками Которые обещали нам наладить определение одного из ключевых биомаркеров Нейродегенеративных заболеваний И заболеваний, связанных с патологией нотцептивной леволевой системы Это вещество гомоцистеин Это аминокислота, которая у нас присутствует нормально в нашей крови В нашем организме в количествах немалых, это 10 микромолей Но при целом ряде патологий и при определенной генетической форме мигрени Концентрация этой аминокислоты существенно растет И многие патологические следствия этого роста проявляются Как в гибели нейронов, так и в избыточной болевой сигнализации То есть для нас это очень интересная молекула Которая может раскрыть причины целого ряда патологий У нас установились контакты с физиками Есть open lab по электронному парамагнитному резонансу Марат Гафуров возглавляет этот open lab под протекторатом профессора Таюрского У нас есть совместные планы с ними С математиками мы разрабатываем новые методы анализа Кроме того, здесь мы установили связи с Евгением Генчим Никольским Это open lab нейрофармакология И один из проектов, который мы развиваем Это участие ацетилхолина Это классический нейромедиатор в механизмах боли Допустим, у пациента можно вызвать приступ мигрени Если ему ввести, если он согласен и все этические формы сохранены Внутривенно ввести аналог ацетилхолина У него возникает типичная головная боль Но это феномен, а лежащие в основе механизмы Вот мы как раз и развиваем с Евгением Генчим Никольским Кроме того, у нас состоялся очень детальный разговор с Альбертом Анатольевичем Резвановым С ним мы планируем исследовать профиль тех цитокинов, которые возникают при мигрении Используя вот эти животные модели мигрени То есть мы вызываем или моделируем мигрень у животного Затем забираем образцы И нам помогает Альберт Анатольевич определить, какие же активные действующие вещества появляются в большом количестве Уровень которых снижается Это такая отчасти пока поисковая работа Но это фундаментальная работа, которая открывает новый горизонт исследований мигрени Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова